Радио Спутник. Говорим то, о чём другие молчат. Радио Спутник. Говорим об одном из исторических моментов. В 20-м съезде КПСС заседание состоялось в этот день, 25 февраля 1956 года. И, как считается, именно это заседание положило конец сталинской эпохе. Вот в деталях будем разбираться с гостем в студии Радио Спутника, профессор МПГУ, доктор исторических наук Александр Пыжиков. Александр Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Я, знаете, сразу в горячие такие аспекты ударюсь. Хочу процитировать то, что сказал Хрущёв, озвучивая вот тот секретный доклад. И сказал он следующее. Вопиющими являются действия, инициатором которых был Сталин. Массовое выселение со своих родных мест целых народов. Причём такого рода выселения никак не диктовались военными соображениями. Выселение целых народов не укладывается в сознание здравомыслящего человека. Как можно было подвергать их массовым репрессиям, лишениям и страданиям? Скажите, пожалуйста, на основании каких фактов, каких аргументов, доказательства Хрущёв Никита Сергеевич озвучил то, что он озвучил? Вообще они были, эти доказательства? Ну, конечно, докладу, этому секретному докладу, о котором вы упомянули, конечно, предшествовала определённая работа. Я бы не сказал, что эта работа там была такая уж насыщенная и близлась к завершению. Это такой промежуточный, если можно сказать, был такой этап, который стал вот этим вот секретным докладом Хрущёва. Ну, во-первых, всё началось, конечно, не с Хрущёва и не с 20-го съезда. Это самое главное, о чём я не устаю повторять, поскольку этот стереотип продолжает жить, что Хрущёв, значит, первый начал вот этот вот процесс дестанализации, значит, демонтажа культа личности Сталина вот на этом 20-м съезде. Так, значит, начал не Хрущёв. Да нет, это абсолютно полный стереотип, абсолютно не он. Это было общее решение, которое практически даже не обсуждалось после смерти Сталина. Это был такой некий консенсус достигнут. Он уже, в общем-то, складывался. И после смерти Сталина он начал реализовываться. Первым его начал, пытался сделать Лаврентий Павлович Берия. Но 4 месяца, значит, пребывания на властном Олимпе явно не хватило для того, чтобы развернуться как следует на этом поприще. То затем, значит, весь этот процесс демонтажа культа личности взял в свои руки тандем Маленкова и Булганина. Маленкова и Булганина. Вот это вот лидеры партии и государства были на тот момент. А я подчеркиваю, что лидерство в государстве, в Совете Министров, это было первым номером, а не в ЦК КПСС. Это вот очень важно отмечать. Всё это изменилось потом, благодаря усилиям Никиты Хрущёва. А Маленков и Булганин действительно начали процесс дистанализации, и он шёл уже полным ходом. И Никита Сергеевич на 20-м съезде просто решил, что поезд уходит, а он в нём как-то занимает не то место, которое он хотел. И он решил вмешаться в этот процесс. А вмешаться как? Что я под этим понимаю? Он решил вынести его в публичную плоскость. То есть публично развенчать, значит, Сталина и, в общем-то, сказать, что это вот такой вот был, не побоюсь этого слова, дегенерат. И всё это было озвучено среди делегатов съезда и зарубежных гостей. Задействовать народ он решил. Ну, если это можно делегатов съезда считать народом, да. Но на самом деле этот доклад потом зачитывали. Но это же потом и в массы пошло. Да, но это зачитывали по партийным и комсомольским организациям, поэтому, в общем-то, круги все пошли определенные. А некоторые даже говорят, что когда до Центральной Европы дошли отклики этого доклада, началось брожение. Ну, конечно, конечно. И там тоже все были смущены. Здесь мы подходим к главной дилемме относительно демонтажа культа личности Сталина. Поскольку я постоянно слежу в мир и сил, что говорят, как обсуждают этот вопрос. И, честно говоря, меня все вот эти обсуждения и разговоры вокруг этого, они меня не удовлетворяют. Потому что мы пытаемся понять и оценить действия Хрущева, исходя из событий 20-го съезда, но чуть-чуть позже. То есть действия Хрущева оцениваются сквозь призму самого Хрущева. Вот это вот главная ошибка. Чтобы на самом деле разобраться реально в этой проблеме сложной, то есть как поступил Хрущев, правильно, неправильно, возможно только в одном случае. Это при сопоставлении того, как решался этот вопрос у наших соседей. Я имею в виду Китайскую Народную Республику. Поскольку у них была аналогичная ситуация после смерти Мао Цзэдуна. И весь комплекс проблем, связанный с демонтажом культа личности Мао, который в Китае просветал не меньше, чем Сталина у нас. Вот весь этот комплекс вопросов стоял. И главное, как они там поступили. Вот это вот очень важно. Как поступили в Китае и как поступил Хрущев. Вот если мы начнем сравнивать, то тогда мы выйдем на ту дорогу, которая позволит нам четко и ясно сказать, кто же был прав в том варианте демонтажа Сталина, который был избран у нас. И мы теперь можем сказать при этом в сопоставлении, что Хрущев был абсолютно неправ. Поскольку Дэн Сиопин, который присутствовал в китайской делегации на 20-м съезде, и весь этот так называемый секретный доклад Хрущева тоже слышал и видел реакцию делегатов на него. То вот Дэн Сиопин, когда перед ним стали аналогичные проблемы после 1976 года, то есть после смерти Мао Цзэдуна, он как умный человек сразу же отбросил все вот эти хрущевские инновации относительно разоблачения культа личности. Все эти хрущевские технологии, которые использовал Хрущев, он счел неприемлемыми и опасными. И Дэн Сиопин взял на вооружение, он тоже человек умный, он смотрел, как делает у нас тогда, поскольку мы тогда были старшим братом. Дэн Сиопин взял на вооружение ту технологию демонтажа культа личности, которую продвигали Маленков и Булганин. И она была с успехом реализована в Китае. Вот слово с успехом здесь, да, нужно расшифровать. Вот, кстати, я вас перебью, извините, но нам пишут, что по поводу китайцев, про Мао Цзэдуна, 30% посчитали, что неправильно, 70% правильно. Это известно, да, это фраза самого Дэн Сиопина, которую он уже на исходе жизни озвучил. Я почему говорю, что он поступил правильно в таком сложнейшем вопросе, как вот демонтаж культа личности. Ну, он не стал раскалывать, не просто общество, он не стал раскалывать китайские элиты. Поскольку было понятно, что доклад Хрущева в 1956 году, он фактически расколол элиту. Расколол как? И Дэн Сиопин не мог этого не видеть. И вообще это любой наблюдатель мог чувствовать. Как Хрущев его расколол? Ну, во-первых, это же не просто. Это только одна сторона демонтажа культа личности Сталина. А другая сторона, они взаимосвязаны, а вот о другой стороне забывают. Это возведение Хрущева на место Сталина. Ну, да, да, да. Вот это самое главное. А у нас забывают об этом. То есть Хрущев затевал все вот это вот политическое шоу, да, вот этого слова, не побоюсь, только для одной цели, чтобы отодвинуть скинусь пьедестала строителя коммунизма Сталина и на этот пьедестал залезть самому. Это неразрывный процесс. Это две стороны одной медали. И вот, собственно говоря, когда делегаты съезда, это фактически вот вся партийная советская элита страны, которая съехалась на съезд, да, 20-е, она увидела, что вместо Сталина на пьедестал будет залазить вот этот вот кукурузник, как его впоследствии назвали там, да, что человек, который ни по каким своим интеллектуальным, психологическим кондициям не подходит на эту роль, да, как у строителя светлого завтра, то тогда, конечно, все развели руками. Но тем не менее, Александр Владимирович, они же позволили ему залезть? Ну, во-первых, позволили залезть. Он не просто позволил залезть. Он туда, к этому пьедесталу пробирался, расталкивая всех локтями. Вот. И, в общем-то, острота внутренней партийной борьбы, она была очень высока. Градус был очень высок, этой борьбы внутренней партийной. Достаточно вот вспомнить июньский пленум 1957 года, где была отстарена так называемая антипартийная группа, то есть те, которые были не согласны с тем, что реализовывает Хрущев. Вот. И время-то показало, что Хрущев-то привел все в тупик. И правление Хрущева стало отправной точкой, которая закончилась то, чем должно закончиться. Это распадом СССР. Вы мне до эфира сказали интересную фразу, что Хрущев вдохнул до военного энтузиазма. Он сам это сделал? Или все-таки, знаете, из серии помогли? Да, да. Нет, энтузиазм у Хрущева был. Вот это вот нужно сказать. И в этом он отличался очень от тех, на кого он опирался. Я им веду вот эту брежневскую, подгорновскую, значит, вот эту вот клику, которую он подтянул. Поскольку Хрущев во внутрепартийной борьбе не опирался на российские партийные организации, они его не считали вообще никем, и тем более каким-то лидером, способным за собой повести, то Хрущев сделал тот шаг в этой ситуации, который, в общем-то, был логичным для него. Он стал опираться на украинскую партийную организацию. Кстати, там его не признавали сначала за лидера, и именно поэтому потребовался вот этот вот широкий жест в 1954 году о передаче Крыма России, Крыма Украине. То есть 300-летие вот это вот воссоединение, значит, так называемое Украина и Россия. То есть Хрущев сделал такой царский подарок. И только тогда, вот после 1954 года, украинская элита поняла, что этот человек, значит, настроен на них, и они стали встраиваться за ним. И вот фактически Хрущев стал опираться на вот эту вот украинскую партийную организацию. И, собственно говоря, борьба Хрущева с Маленковым и Булганином, это борьба украинской номенклатуры партийной, с российской, то есть не украинской, а с представителем всех других национальностей, включая титульную русскую. Вот это вот забывают. Но на самом деле это очень важный подоплек и борьбы. И, конечно, значит, Хрущев в качестве лидера, но он не мог устраивать никого. Но вот этот энтузиазм, я вот отвечать уже на ваш вопрос, он у Хрущева был. Поскольку, если мы посмотрим даже, это уже давно замечено, стенограммы пленумов там 18-го, где Хрущев выступал с большой речью, то заметно было, что он весь аж дышит энтузиазмом. Что вот дышит энтузиазмом в отношении коммунизма. Что вот это будет. Что мы доживем. Это вообще недолго осталось. Мы на верном пути. И вот здесь вот столкнулся в 56-м году вот этот вот заряд, который у него был еще с молодостью, еще с довоенной поры, и который в нем жил. И он страстно хотел быть строителем этого коммунизма. Главным строителем коммунизма. Но вот на пути стоял Иосиф Северонич Сталин, который совершенно перечеркал все его вот эти вот вожделения, которые пестовались в душе Хрущевской. И вот поэтому нужно было его убрать. И вот этот вот демонтаж культа личности Сталина, он полностью сопровождался установлением культа личности самого Никиты Сергеевича, как главного архитектора коммунизма. А энтузиазм жил в нем, это хорошо видно по отношению вот к этой вот публике, которую он подтянул в качестве опоры с украинской партийной организации. Брежнев, Подгорный, Кириченко, там Кириленко. И дальше там можно продолжать очень много. Мы всех их прекрасно знаем по следующему периоду, именуемым застоем. То вот эта вот публика с украинской партийной организации, которая оказалась наверху, на вершине партийного властного Олимпа, значит, она, конечно, не то что не обладала никаким энтузиазмом, вообще не понимала, что это такое. Все эти люди абсолютно такого обывательско-мещанского склада, для них личное какое-то вот устроение, это самое главное. Все остальное, это некий ритуал, значит, который надо произносить для всякого, как они говорили, быдла, и заниматься своими делами. Это обогащением, распасовыванием тех вот активов, которые есть, которые созданы трудом народа. И в данном случае Хрущев, это действительно был тот инструмент, который вытянул их наверх, но когда все они оказались наверху, то Никита Сергеевич их просто уже начал раздражать и утомлять, поскольку они, окажавшись, рассевшись вокруг стола, открыли, так сказать, нескончаемое застолье, а Никита Сергеевич, и считали, что жизнь удалась, а Никита Сергеевич требует какого-то построения коммунизма, который он, значит, возглавит. Вот это вот было совершенно неприемлемо для вот этого украинского менталитета вообще, который не способен никаким возвышенным вещам какой-то одухотворенности, какой-то увлеченности. Поэтому они даже своего благодетеля просто благополучно отправили доживать свой век на дачу и занялись задачей своей главной, ради которой они оказались у власти, то есть застольем, упомянутым мной. Александр Владимирович, но все-таки если разделять элиты элитами, и реакция элит была одна, а как реагировало общество? Да, это не одно и то же, это совершенно верно. Общество сначала не поняло, в чем дело. Так всегда бывает, поскольку процессы всегда зарождаются и набирают силу в верхах, в элитах. И только затем, по протяжении какого-то времени, когда это все начинает проявляться, действительно, суть событий, это понимание приходит и в народе, что происходит. И здесь также. Элиты уже с 20-го съезда, с фрущевских всех этих вывертов, поняли, что, значит, ни о каком старости коммунизма под руководством этого славного украинского парня речи вести не можно, что все это полностью описывается одним простым словом – профанация. Поэтому в элите все занялись своими делами. Это надо нацеливаться на хорошую жизнь, не напрягаться и решать собственные проблемы своих родственников. Знакомая такая картина. А этот парень, пусть, значит, он там этот ритуал соблюдает. Просто когда он уже начал лидать, его убрали. А вот в народе не сразу поняли. Понимание пришло только позже. Это уже с приходом прежнего, когда все внизу уже догадались, что там наверху никаком коммунизме, конечно, никто уже не думает. И вот этот вот украинский парень в украинской рубашке национальной, как он любил позировать, значит, это все абсолютно какой-то побочный вариант, похожий на такую клоунаду, так его там и воспринимают, то собственные люди начинают так же воспринимать его как клоуна, который там бегает, бесится, призывает к чему-то. А как это делать, это светлое завтра, как его приближать, он понятия не имеет, поскольку он не обладает никакими абсолютно знаниями для этого. То произошло полное разочарование и в народе. Все поняли, что наверху ничего происходить не будет. Тогда зачем нам откликаться на эти лозунги, на этот ритуал с точки зрения верхов, и зачем нам тоже напрягаться. И поэтому к середине Брежневского управления все абсолютно, так сказать, основная часть общества все понимала и, как говорят, бросила работать. А зачем нам работать с такой элитой, которая занимается своими делами, так мы тоже будем заниматься своими. Вот она, мы схватили ту суть, которую называют застоем. И она вошла именно так в историю. Александр Владимирович, в перископе Лойернапа пишет, ваш собеседник не считает нужным высказать свое мнение по поводу сталинских репрессий. Но это, видимо, к вопросу того, с чего мы начали, когда я озвучивала вырезку из хрущевского заявления. Ну, конечно, нет. То, что там были репрессии, это абсолютно точно так же, как они были и в Китае. Мао Цзэдун и репрессии, это тоже тема, которая там интересует многих. И, естественно, у нас. Сталин и репрессии, это тема, которую нельзя убрать. У нас любят спорить о масштабах этих репрессий. О цифрах. О, это больная тема. Там гуляют совершенно разные цифры. И чуть ли не сколько погибло Великую Отечественную войну. Потом, значит, меньше. Но все, отталкиваясь в силу своей добросовестности, выдвигают те или иные цифры. Озвучивают те или иные цифры. Во-первых, конечно, что касается относительно репрессий. Не понимают, почему они были. Вот это вот очень важно. Вот можно ли обойтись без них? А можно было? На самом деле, все эти репрессии от 1937 года, если мы ее ведем, они, конечно, раньше. Нельзя ограничиться только 1937-38 годом. Это тоже ошибка. Здесь есть такая определенная предыстория. Хрущев, собственно, и не ограничивался. Он взял 20 лет с 30-х до 50-х годов. Но он не взял главного. Потому что впервые в стране и впервые в мире, можно сказать здесь без привлечения, впервые в мире произошло вот такое грандиозное событие, что фактически была свергнута вот эта вот правящая прослойка, которая в течение 300 лет гнобила, эксплуатировала и убивала свое коренное население. Хотя оно не является ее. Я не альцварию. Это правящая прослойка, вот эта вот царская, с коренным населением, с коренными народами нашей страны. Не надо думать, что все окончилось в гражданскую войну. У нас так думают. Что дальше уже как бы все. Уже совершенно другая эпоха. Никакой другой эпохи не началось. А началось то, что всегда в истории начинается после вот таких вот революций, таких вот потрясений, как гражданская война. Началась такая ползучая реставрация. Началась ползучая реставрация. Я неоднократно об этом говорил. Но к этому не любят привлекать внимание. Реставрация в чем? Потому что основной костяк всех наркоматов, народных комиссариатов, как тогда министерства назывались, занимали выходцы из прежних царских министерств. В армии были все те же царские, значит, генералы и офицеры, которые были. Вот думать, что они все, даже находясь в гражданскую войну по нашу сторону баррикад, смирились с тем, что они здесь будут на вторых ролях, невозможно. И поэтому вот эта вот ползучая контрреволюция, ползучая реставрация, она шла полным ходом. И смычка эмиграции с этими кругами, которые осели в армии и в наркоматах в СССР, она шла полным ходом, полным ходом. И что с этим нужно было делать? Два пути было или просто смириться с этим, а многие люди, которые, в общем-то, могли бы неплохо пристроиться при таком варианте, или бросить этому вызов. Вот, собственно говоря, сталинская группа и сталинская политика, она основана на том, что он решил с группой членов ЦК и ЦК, они раньше вместе заседали, объединенно, бросить вызов вот этой реставрации. Отсюда вот эти железные занавесы, чтобы разорвать связи между эмиграцией и местными, кто здесь осел. И дальше, значит, все органы власти в полном объеме, в широком смысле слова, очистить от этой публики. Поскольку эта публика все равно, рано или поздно, вела дело к реставрации своей власти. Пусть чуть-чуть переформатированной, но дальше. У ней было в крови глубокое пренебрежение к народу. А Сталин, как раз, опирался его группой не на эту вот дореволюционную и всякую вот эту дворянскую обслугу научную там и политическую. А он опирался на выходцев из рабочих крестьянских низов. Вот отсюда конфликт, который мог разрешиться не чтением лекции о любви и дружбе, а очень жестко. Раз мы затронули, так получилось, тему сталинских репрессий, а как, собственно, после съезда в 1956 году проходил процесс вот той самой реабилитации жертв репрессий, уже хрущевская? Да. Только, во-первых, все основные революционные дела были открыты до Хрущева. Даже в 1954 году... То есть, по факту он ничего не сделал? Он ничего не добавил. Он только озвучил кое-что, и то не все там, да, из того, что нарабатывалось. Перевел это в публичную плоскость. Ничего другого он абсолютно не сделал. А это все было принято решением Маленкову и Булганиным, причем было принято решение даже по ленинградскому делу, я хочу сказать. Это послевоенному, то есть, совсем недавнему, недавнему тогда. И в 1954 году вот это все пострадавшие по ленинградскому делу были реабилитированы. Причем, главным как бы тогда гонителем ленинградцев был Маленков. То есть, он здесь наступил как бы на горло собственной песни и не побоялся этого сделать. Причем, это было очень важно, поскольку, я напомню, ленинградское дело проходило в 49-50 году в полном информационном вакууме. Это не процессы 37-го года, когда в колонном зале Дома Союзов там, значит, куча народу, корреспондентов, Вышинский там перед камерами считает, то здесь не было ничего. Никто даже не знал толком, что произошло. И поэтому сам термин ленинградское дело и все, что с ним связано, это как раз возникло уже тогда, когда началась вот эта реабилитация, инициированная Маленковым и Булганином в 1954 году. Поэтому заслуга в реабилитации ленинградцев Хрущева, она нулевая. Хорошо, Александр Владимирович, пойдемте дальше по поводу международных отношений. То есть, очень многие приписывают вот как раз после съезда 1956 года и такую международную революцию. Ну вот в плане сотрудничества с другими странами, как себя здесь вел Хрущев? Ну, это главная теория, это существование двух систем. Вот это вот, если теоретическую базу брать. То есть, переход от конфронтации такой жесткой, значит, к мирному существованию социалистической системы, которая после Великой Отечественной войны оформилась, после Второй мировой войны, и вот капиталистической. Вот. Но, я могу сказать, что все эти тенденции, которые были в международной политике реализованы, они также намечались до 20-го съезда. И самое главное, давайте вспомним образ Никиты Сергеевича Хрущева с кукурузой, четырьмя классами образованиями. Я с трудом вообще могу представить, как человек такого уровня мог вырабатывать какую-то международную политику. Но, по-моему, кроме иронии и смеха, переходящей в плащ, ничего это вызвать не могло. В том числе и у политиков, которые занимали определенные посты за рубежом. ну, представляете, да, это его посещение Америки в 1959 году, знаменитый турне по штатам, откуда-то там кукуруза-то пошла, с которой он носился потом до конца жизни, да еще после отставки на даче там пытался выращивать, она у него гибла там вся в нашем климате. Чем закончился этот визит? Опять вот этим вот ботинком на трибуне ООН. Вы помните, когда он снял ботинок и начал там стучать и, значит, там выкрикает, что мы вам покажем Кузькину мать, мы тут о мире говорим, значит, а тут ползала пустой. Вы можете представить Владимира Владимировича Путина бьющим ботинком по трибуне ООН? Не, ну вот вам просто тот уровень Хрущева, да, сравнение понятно, не в пользу Никиты Сергеевича, вот, и что этот жест его принес? Он что, какие-то такие дивиденды в международной политике принес в нашей стране? Да ничего, кроме позора. Таких людей надо вообще не показывать никуда. Как говорится, если есть такое в доме не без урода, то не надо его выставлять на улицу. А с другой стороны, восстановление дипломатических отношений с Японией? Так, все равно весь комплекс международных вот этих вот вопросов, потепление так называемое, которое происходило при Хрущеве, он полностью намечался до него. Абсолютно. И не им. И снова он ничего не сделал? Нет, это человек, который не мог вырабатывать ни внутренней, ни внешней, конкретной политики личного. Он пользовался плодами тех, кто, тех профессионалов, которые могли это делать и это делали. Но своим неуемным поведением и своей вот этой вот неуемной натурой он принес больше вреда в реализации вот этой профессиональной политики, чем пользы. Лойер-Напа в Перископе по-прежнему для себя, видимо, хочет подытожить. Я не все ваши сообщения прочитала, извините, но вот последнее, то, что увидела, озвучу, все-таки от Хрущева вреда было меньше, чем от Сталина или больше? Больше, однозначно. Мне кажется, тут, знаете, вопрос-то немножко по-другому надо ставить из Сирии. Если мы говорим о том, что Хрущев хотел разоблачить культ личности Сталина, да, возможно, у него-то это отчасти получилось, но не смог он разоблачить вот то самое понятие сталинизма. Конечно, вот мы с вами как раз договорились до эфира, да, вот, когда обменивались мнениями, да, по поводу предстоящего программы нашей. Конечно, как Хрущев развенчал культ личности Сталина. Вы посмотрите, какой интерес у молодежи к личности Сталина. Никакой Хрущев, никто другой, никакая там пропаганда 90-х годов не смогли умолить нейтрализовать этот интерес. Этот интерес основан на том, что люди, молодежь, просто недоумевают, глядя на Сталина, недоумевают в хорошем смысле слова. У них в голове не укладывается, у тех, кто живет в нашей действительности, как это лидер такой громадной страны обладал такими неограниченными возможностями, и после него осталась пара сапог и потертый сюртук. И своих детей он считал недотепами, и там кроме пинков там сыну ничего не раздавал, считая, что он не готов никакой государственной деятельности. Вы понимаете, молодежь смотрит на эти поступки Сталина и накладывает на сегодняшний день. Я уже не говорю о каких-то там высоких там руководителях там правительства, а даже опускаясь до губернатора или главы администрации какой-нибудь там Московской области. Как, что они себя ведут, каково их поведение, к Сталина на фоне всех этих господ будет просто расцветать. И поэтому интерес к нему неуклонно растет. Как бы это кому-то не хотелось. Вот тут, кстати, очень хороший вопрос. Этот интерес не искусственно создан в СМИ? Я бы тут, знаете, еще добавила, не искусственно ли он создан в СМИ или вот теми разговорами, которых сейчас достаточно много о печали, о нежелании, да, того, что произошел развал Советского Союза, да, и желание как-то все переиграть. Ну, конечно, не искусственно создан. Искусственно создать это невозможно. Можно там как-то притормозить. Ну, что-то и потом в культе, в интересе к Сталину на самом деле правящая прослойка не заинтересована. Она спит и дрожит от упоминания о нем. Как она может быть в этом заинтересована? Ну, мало ли. Разумеется. Ну, если бы Сталин был здесь, то представляете, что он с ними совсем не сделал. Вот то, что население ждет. Да, спасибо, Александр Владимирович, что познакомили нас с такими историческими нюансами. Я напомню, в гостях радиоспутник был профессор МПГУ, доктор исторических наук Александр Пыжиков. Александр Владимирович, спасибо, что пришли. Приходите еще. Спасибо.